Друзья, сегодня мы с вами посетим одну из главных достопримечательностей города Ничанг. Это Пагода Лангшон, что в переводе означает «летящий дракон». Обязательно смотрите этот ролик до конца, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, сами все знаете. А я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! Пагода Лангшон – одна из самых посещаемых достопримечательностей Ничанга. Сюда устремляются все, без исключения туристы. Она считается самой красивой пагодой в округе, а с 1936 года еще и главным буддийским храмом провинции Кханьхуа. Для архитектуры храма характерен традиционный восточный стиль. Его украшают драконы из мозаики и красочная керамическая плитка, а еще здесь до сих пор проживают монахи. Пагода была построена в 1886 году. Первоначально она украшала гору Тхайтхю. Ее первое название – Данг Лонг Ту – переводилось как «Медленный летящий дракон». В 1900 году во время шторма пагода сильно пострадала. Позже храм был восстановлен и перенесен на более безопасное место к подножию горы, где находится и поныне. Сменилось не только место, но и название пагоды. Ее перименовали в Лонг Шон, что означает «летящий дракон». Теперь на вершине горы, где располагалась первая пагода, возвышается величественная статуя, восседающая в позе лотоса Будды. Итак, друзья, вот таким образом выглядит вход в пагоду Лонг Шон. Такая большая арка, очень красиво. Здесь на входе есть кафешка, можно зайти перекусить. Также на входе будут встречать вот такие вот торгаши, которые будут предлагать приобрести различные сувениры, говорить, что это обязательно, в общем, различные свечи, которые нужно возложить к Будде. Но не ведитесь, это не обязательно. Если хотите, можете купить. Выглядит все вот таким вот образом, и прекрасная пагода. Посмотрите, как она выглядит. Очень круто. Здесь вот такая вот интересная мозаика. Дракон изображен. Выглядит очень интересно. А по бокам вот такие вот львы. Друзья, только что прям на моих глазах приехала большая группа туристов, и все фотографируются, ходят, гуляют, смотрят. В общем, всем интересно. Но мне, конечно, это немножко мешает съемке. Итак, друзья, поднимаемся наверх. А здесь вот такая вот статуя Будды. Туристы уже отфоткались. Выглядит, конечно, величественно. Здесь тоже вот такая вот чаша, куда вставляются вот палочки с благовониями, которые на входе продают местные торгаши. Я тоже решил сделать фотографию на память. Спускаемся, и с правой стороны есть вот такой вот проход. Я так понимаю, здесь можно под ней войти сам храм. Выглядит вот таким вот образом. Сейчас посмотрю, возможно ли войти. Единственный момент, я в шортах. И, насколько я знаю, в шортах внутрь храма не пускают. Здесь вот такой вот аутарь еще есть. Это, видимо, какой-то император в золотом исполнении. И так, друзья, я все-таки вошел внутрь храма. Можно войти и в шортах. Вот таким образом выглядит храм изнутри. Здесь еще одна золотая статуя. Ну и там, конечно, Будда. Люди не подходят близко. Смотрят немножко издали. Для охлаждения, обратите внимание, стоят вентиляторы. Интересно. И, кстати, храм принимает пожертвования. Можно вот donation box. Вот так, друзья, в общем, вот таким образом выглядит храм. Сильные впечатления на меня производят. Первый раз нахожусь в буддийском храме. Вот здесь можно выйти. Уже открыли входы к Будде золотому. Вот таким образом он выглядит. И по краям от него с четырех сторон, получается, охраняют вот такие вот стражники. Обратите внимание, что у всех у них разное оружие в руках. То есть они именно с оружием защищают спокойствие Будды, я так понимаю. А у Будды стоит обратить внимание, что обязательно есть подношения, фрукты, как правило. Но во Вьетнаме можно встретить различные. Причем обратите внимание, что яблоки с наклейкой, это значит, что они импортные, дорогие, хорошие яблоки. Хотя во Вьетнаме там вот в каждом заведении можно встретить аутарь, там в кафешках, в магазинах. И там чего только нету. И сигареты, и пиво, и фрукты, и печеньки, и чипсы, чего-то. Ну, в основном, конечно, это фрукты. Здесь вот с другой стороны еще один, видимо, вьетнамский император. Возможно, я ошибаюсь. Если вы знаете, поправьте меня. Тоже в золотом изображении. Вот таким вот образом выглядит. Ребята, вот только сейчас на входе увидел табличку, что нельзя в обуви и в шортах, и в открытой одежде. Я извиняюсь перед всеми верующими, что нарушил это правило. Я зашходил в храм в шортах. Так, друзья, я вышел из храма. Вот таким вот образом выглядит внутренний двор Пагоды. Очень даже интересно. Все так аутентично очень. И, конечно, восхищает. А здесь дальше мы с вами переведем лестницу, которая состоит из 144 ступеней. И местные верят, что если каждый, кто преодолеет эту ступень, сможет очистить свою душу от грехов. В общем, сейчас будем очищаться. А те, кто считает, что ему нечего очищать, в общем, у него все хорошо. Наверх можно подняться на байке. Итак, друзья, поднявшись совсем чуть-чуть, налево есть небольшой вход. И здесь находится лежачий Будда. Сейчас посмотрим. Но я смотрел обзоры, и выглядит, конечно, это очень потрясающе. Вот он. Вот таким вот образом выглядит. На заднем фоне изображены монахи, молящиеся. В общем, вот таким образом выглядит лежачий Будда. А здесь дальше продолжение ступенек. И мы поднимаемся к другому храму. Преодолеваем эту дистанцию. 144 ступени. И избавляемся от грехов. Очищаем свою душу. Итак, друзья, поднялся чуть выше. Вот здесь основная лестница со ступеньками, которая ведет к большому Будде. А здесь вот такое вот интересное строение. Таким вот образом выглядит. Здесь прямо резные драконы. Такое вот чувствуется история и мощь. Люблю такие места. Очень аутентично. И здесь находится колокол. Здесь висит замочек, все закрыто. И очень старинный колокол, видимо, в который звонят монахи. Выглядит круто, конечно. Вот такой вот колокол. Потрясающе просто обожаю такие места. А еще хотел показать, какой шикарный вид отсюда открывается на город. Вот таким вот образом выглядит. Очень красиво. Конечно, деревья немножко перекрывают вид. Но шикарно. Друзья, идем дальше. В общем, меня тут на каждом шагу узнают наши туристы. Спрашивают, задают вопросы. Желают просто хорошего дня. В общем, круто, интересно. Идем дальше. Здесь вот интересно такое место для торговли. Различные сувениры можно приобрести. Ну, собственно, ассортимент весь тот, который вы можете приобрести там на ночном рынке или еще на любых других рынках. И здесь вот такой вот аутарь. То, как раз о чем я вам говорил. Тоже Будда во всяких хипостасях изображен. И в подношении в виде фруктов. Так, друзья, все. Мы преодолели эту дистанцию в 144 ступени. А в других источниках даже их 152. Но в любом случае дистанция преодолена. Мы очищены. И все отлично. Наверху у вас встретит вот такая вот импровизированная кафешка. Здесь можно купить кокос, прохладительные напитки. И вот такая вот ступеньки. И величественный Будда. Потрясающе, конечно. Итак, друзья, я сделал небольшую паузу. Купил водички. Немножко отдохнул в тенечке. Потому что сильная жара. Время полтретьего дня. И самый-самый солнцепек. Вода здесь стоит 20 тысяч тонков. За 0,5 бутылочку. В 4 раза дороже, чем в городе. Представляете себе? Почти как в аэропорту. Но деваться некуда. Собственно, воду я с собой не взял. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно берите воду. Вход в пагоду бесплатный. Здесь вот таким вот образом все выглядит. Здесь вот такая вот огромная чаша. И, собственно, сам Будда. Стоит отметить, что статуя здесь установлена в 1965 году. Высота статуи от земли 24 метра. Внутри статуи также есть храм. В основании, на котором сидит Будда, вы видите изображение монахов. В 1963 году здесь произошло массовое самосожжение. Монахи протестовали против политики США, поддерживающей режим первого президента Южного Вьетнама. Итак, друзья, в общем, очень интересное место. Сильные впечатления. Всем рекомендую обязательно к посещению. А еще за счет того, что это место находится на возвышенности, посмотрите, какой прекрасный вид отсюда открывается. Город просто как на ладони. Видно центральную часть города. И даже северную часть города тоже отсюда видно прекрасно. Продолжение следует... Так, друзья, вот такой сегодня выпуск получился. Надеюсь, он вам понравился. Спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на наш чат в телеграме, в котором вы сможете получить ответы на интересующие вас вопросы, а также поделиться собственным опытом. На этом все. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok